Доброе утро, наши хорошие! Тереомикус, наши любимые солнышки! Друзья мои, по ту сторону экрана. Вчера мужа накормила вечером, даже не попрощала с вами в предыдущем ролике. Упали и уснули. Болтали, знаете, все это. Не видели же неделю, надо же переболтать. Сегодня проснулись и пьем кофе. И доброе утро, наши хорошие, наши любимые. А мы здесь уже чего-то вкушаем. У мужа уже вкусный бутерброд. А у меня, смотрите, какой пирожок. Вася, с чем он? Я не поняла, что это. Как не знаю. Ой, какой интересный пирожок. И кофе. Девочки еще моются. А мы вот сидим и любуемся погодой. Но, вы знаете, как-то прохладно. Сейчас градусник покажу. Так что мы уже в кофте. Муж во флиске. Ну, 17, в принципе. Это уже нормально. Ой, господи, боже мой. Вот это лето в этом году. Зима на Мальце. Да, зима на Мальце, точно. Там даже теплее было. Не было там такого. Там больше, выше температуры. Ой. Вот так вот. Вот так вот тут у нас. Представляете, солнце и тут же вот там. Гроза, гром. Кофе пьем на веранде. В обществе поползня и разных синичек. Хохлатые синички, лесные, поползни. Кого у нас только нет тут. Ну, муж выпил весь этот кофе довольно быстро. Особо не хочет рассидживаться. Уже крутит в руках эту штуку новую для гидрофора, которую он привез. Сейчас покажу ее. Чтобы уже хочет лезть в подвал. Думает уже, как там, что это сделать. В общем, привез такую специальную запасную новую, даже не знаю, как это называется. В общем, которая регулирует давление, включение-выключение воды вот в этом гидрофоре. Показываю. И муж привез вот эту штуку, которую, предполагаем, что она вот эта, которая в гидрофоре, давление чего-то держит, не держит, не выключается, включается. В общем, вот эта деталь, она как бы неразборная. И вот он ее на всякий случай купил, что если сейчас он своими силами там не справится, то он ее целиком всю заменит. Как раз вот включение-выключение вот этого самого гидрофора, из-за чего у нас сейчас проблемы. Что сейчас полезет в подвал, начнет ремонтировать. Получится своими силами или нет, не знаем. Вот такая штука. И теперь он уже полез в подвал и будет это пытаться все раскрутить, поменять. Но посмотрим, что выйдет. Желаем ему, ух, чтобы все вышло. Ай, какая хорошенькая у нас гостья сегодня. С каким ярким окрасом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, какая красивая-то. Сегодня яркая прямо. Ну, иди семечками угощайся. Да-да-да. О, этот домик она любит. Да. Кристине кино. Да всем нам кино. А животик-то какой. Сейчас лапу поставить и будет. А птицы, птицы вокруг волнуются. Отвернулись. Смотрит, скажет, в рот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто ж дом-то переворачивает? Бесцеремонный. Хорошенькая. Очень красивая сегодня. Яркая. Ух, да. У животик-то. Птицы, птицы волнуются. Вокруг ни одна подлететь не может. Ой-ёй-ёй-ёй. Крутит дом. Угу. Ай. Там надо было бы поднять крышу. Надо поднять крышу и залезть с ногами, да? Ай, ну сейчас все семечки на землю посыпятся. Ну что ж такое, а? Да. Кого ты понимаешь, что надо крышу поймать? Да-да. И куда ты? И что ты носишься? Что ты носишься? Белку ноги порвают. Да. Там семечки для птичек маленьких положены. Вон синички, там все вокруг. Ну что ж ты их-то ешь? Скорее птицы ближе кормушку. Птицы быстро в кормушку, да, чтобы успеть. Так вот, видите, у нас что здесь? У нас здесь мини-зоопарк. Мини-зоопарк. Ты куда? К Марте? Что у неё в ведрах? Нет-нет, там тыквы не настоящие. Ай-ай-ай-ай-ай. Роет чего? Кого ты там ротишь? Достал и ест что-то большое. Шишку смотри, какую толстую. Ой. Шишка какая толстая. Или что это у неё в кусок чего-то? Пошла к соседям. Теперь там поживиться чем-то надо, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот у нас тут какая жизнь. Всё разобрано в дрибадан. Всё разобрано в дрибадан. Ой. Вот она, груша. Можно руку сумать? Висит груша, нельзя скушать. Ага. Я уже там всё мыл. Вот, видишь? Да, всё разобрал. Угу. Какой тут набор? Букет. Букет. А здесь вот эти новые штуки. А это старые. Ой, боже. В общем, весь день какая-то волокита. Планец этот сюда прикручивается. На болты. В общем, короче, это... Потом сюда ещё ставится этот фильтр. Не фильтр, ну, типа такой вот, это вот самый. Типа... А сюда ставится... Весь день возится. А сюда ставится сама эта штука. А вот это новое, да, будешь всё-таки ставить? Сюда вот так вот. Сюда вот ставят. Новое, да? Да. Тут все эти датчики. Что там на включении было написано? Ну, это... По атмосферам. 1,8. Вот написано. Видишь? 1,8. 1,8. 1,8. Включение. Включение 3,6. 3,6. Отключение бар. Да. То есть он уже настроен его... В общем, из всего этого я поняла только слово бар. Да, бар я поняла. Вот, что бар. В общем, возится весь день. Так, подожди, что ещё хорошо хочу? Нет, ты отвлекаешь меня. Подожди, что я хотел? Весь день муж возится с этим гидрофором. Моет его, чистит его. И вот эта вот деталь там ещё всё. Сначала с утра очень долго бегали, что включай, теперь открывай воду, закрывай, сливай, набирай. И вот в это очень долго играли. Шучу. Не играли, бегали. Вот. А потом он, значит, понял, что там причина, и теперь весь день с этим возится, делает. И получится или нет, я так до сих пор не знаю. В принципе, даже снять и показать-то вам, что там всё это вот возня идёт. Не знаю. Кто-то из вас говорит, что очень хорошо, деревенская жизнь, поносится теперь воду, там, да, это дрова, вода. Знаете, у нас не так, не столько уж лет. Сколько у мамы у нас вообще вода в доме? Не так уж сильно давно. Лет, наверное, да. Пять лет, наверное, этому гидрофору. Шесть. Пять, пять. Вот. А до этого времени, сколько лет мне, да? Вот. И до этого времени, а я здесь с восьми месяцев на этой даче, всю жизнь я играла в эту деревенскую жизнь здесь. Всегда мы носили воду, всегда мы носили дрова, топили баню, никаких душей и никакой горячей воды на кухне не было. Плиту топили, в бачке воду грели, в тазиках мыли посуду, выливали. В общем, здесь была целая, вот это, как вы говорите, деревенская жизнь. Пять лет назад мы здесь все это нормально установили и только вот пять лет живем вот так. И постоянно делаем, реновируем дом, не ремонт, а перестраиваем в буквальном смысле все здесь. Так что насчет того, что наконец-то баня и наконец-то колодец, нет. Это, наверное, для канала, наконец-то, потому что пять лет назад еще канал я не вела. А жили мы только так. Поэтому баней я вот так сыта и колодец, дрова, вода и согреть, и все это я тоже очень сыта. Так что, знаете, пока мы здесь все это перестроили, я сама лично вот этими руками разбирала плиту, все эти тут всякие стенки и перестраивали все. Так что деревенской жизни мы здесь очень даже накушались. Хотелось бы как раз немножко цивилизации, а электроника и все вот эти вот приборы, они требуют какого-то, видимо, профилактического ухода. И вот пять лет прошло, и чего-то там вот полетело. И сейчас вот он ремонтирует. Надо чистить. А так баня, да, баня. А я, кстати, не очень люблю баню, поэтому я не так топлю. У меня был какой-то ролик про баню? Бьюти день. Бьюти день или что-то мама вообще сердце стучит. Я к этой бане тоже. Знаете, я люблю паровую, инфракрасную. А то, что вот здесь с дровами. Да, ну, в принципе, можно, да. Но в этой бане еще есть одно но. Кстати, даже не знали многие, что у нас есть на даче бани. Есть, есть. Но она, знаете, такая старая. Я ее даже, не знаю, показывала, не показывала. Старая такая. Коричневые доски, лак, вот это такое все. Вот каменка, бак, и это все такое. И я бы хотела там все, конечно, переделать, перестроить. Баню оставить, конечно. Баня на дровах, чтобы осталось. Но все как-то цивильней. Вот. И душ хотелось. Да, вот так. И еще в этой бане есть такое но, что если там в этот верхний бак заливаешь воду, там горячая вода, поддаешь, пеники, пеники, все понятно, то на зиму эту воду надо спускать. И мало того, что я там спускать из краника, ее надо выпаривать. Иначе за зиму эту баню порвет эти трубы, что неоднократно в нашей жизни было. И тогда начнет все капать, и там как бы пользоваться нельзя будет. Так что это вот выпаривание осенью тоже не хочу. Я как-то и баню не очень люблю. И вот. Вот так. Что я вам рассказала? Поняли, что я не? В общем, я пыталась немножко с вами поделиться. Поделиться с вами, так вот, пооткровенничать хотела. Так вот. Уже совсем вечер. И что я могу сказать итог за день? Сделали мы сегодня что-то? Получилась у нас вода или нет? Вот как вы думаете? Вот напишите мне в комментариях. Как вы думаете? Получилось у нас что-то или нет? А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам светлого, доброго, хорошего. И до завтра. И от Арика. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...